всем добрый день дорогие друзья всех приветствую на канале герчи кихо с вами виктория сегодня будет обзор рынка форекс посмотрим с вами графики также пройдемся по новостям что у нас было на прошлой неделе да что стоит ожидать на этой неделе на самом деле рынки сейчас ходят если говорить про валютный рынок в принципе неплохо и что вот что интересно доллар да он у нас укрепляется да он также продолжает укрепляться но есть сдерживающие факторы которые не дают так сказать полностью так полностью обновить всем максимум до который есть потому что если сейчас говорить о сыроевом ралли да если говорить уже о ценах на нефть на газ да зависимости там от акций у нас рынок акции сейчас до идет падает то есть если смотреть на 7500 там не все очень хорошо доллар укрепляется да сыроевой ралли я думаю все таки спад паники будет спад цен на нефть также будет потому что все максимум которые мы достигли да если говорить по газу по нефти заметьте да если смотреть на нефть то по нефти мы видим очень неплохой откат и я думаю этот откат на этой неделе также продолжится поэтому не стоит нам обращаться что все сейчас нужно покупать золото скупать серебро все 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 скупать нет я думаю что все таки все страны которые сейчас да вся эта политика вся ситуация в мире которая происходит все таки найдется какое-то решение на этой неделе у нас будет решение по процентной ставке в сша очень важная новость скорее всего будет повышение потому что фрс сказали что они там на четверть пункта хотят повысить ставку повысит или нет ну суть уже не в этом мне от этого зависит что инфляция так уже во многих странах идет повышение цен потребители жалуются естественно это очень сказывается и на компаниях почему мы видим падающий рынок да на фондовый рынок у нас падает поэтому что касаемо вот форекс и да мы сейчас будем смотреть с вами графики на самом деле все в принципе вот такие вот настроения и сохраняются доллар также идет в укрепление но если говорить сейчас по курсу да курс у нас есть по отношению к рублю да если говорить то у нас был максимально это 140 ли 150 было рублей за доллар если не ошибаюсь больше точно не будет больше потому что это будет кризис просто и он так уже идет от мировой кризис в америке я думаю будет какое-то смягчение либо не будет повышать либо как-то возможно какие-то вливания делать в казну свои же да ну опять же это же все это все очень на самом деле это просто взрыв будет да если у нас будет дальше продолжать расти нефть да дальше продолжать укрепляться доллар это будет очень плохо на самом деле для всех поэтому я думаю все таки спад мы этот увидим по на валютном рынке как бы такой не сильный спаду такой вот такой баланс наверно мы увидим что касаемо европы до евросоюза фунт фунт евро я думаю что евро фунт как у них были медвежьи настроения так они скорее всего и останутся по доллару возможно и будет еще повышение там увидим на графиках но она будет такое более такой сбалансированная скажу наверно так по нефти я думаю все таки да отката это нормально по нефти я думаю откат он также продолжиться так ну что ж посмотрим с вами новости новости на прошлой неделе да какие у нас были новости на прошлой неделе вообще как они среагировали точнее как рынок среагировал да как как они вообще отработались ну а посмотрим с вами так у У нас был ВВП по иене, я говорила на прошлой неделе, что стоит, обратите внимание, кстати, доллар-иена, да, очень технически хорошо она пошла. У нее был восходящий тренд глобальный, и она как раз-таки иена прям в точь-в-точь по глобальному восходящему тренду и пошла. По Евросоюзу, да, Европа у нас, ВВП годовой, квартальный, четвертый за четвертый квартал, у нас вышли данные в Одессе, да, вот за четвертый квартал отрицательный, то есть ниже ожидаемых евро. Что мы увидели? Евро у нас было снижение хорошее на позапрошлой неделе, но на прошлой неделе евро особо какого-то движения не показал, он просто показал движение в рамках канала. То есть не было ни обновления, ни максимумов, ни минимумов дневных именно, поэтому по евро особо не было активности на прошлой неделе. Так, в среду у нас, да, вот эти данные ВВП, да, я говорила, что все-таки по иене у нас будут данные, и все-таки как-то может иена двинется. Действительно, двинулась этого места, у нас было большое накопление долгосрочное, считаю, сколько месяц небольшим иена стояла, просто копила, то есть была в таком канале во флете. Данные вышли в ВВП, да, отрицательные, что плохо, да, для Японии. Естественно, доллар и иена, получается, иена ослабла по отношению к доллару. Иена ослабла. Так, дальше у нас были данные по запасам сырой нефти, заметьте, да, вышли данные, то есть запасов стало меньше, да, то есть, точнее, больше запасов стало больше, то есть, именно спрос на нефть снизился из-за цен, да, а запасов стало больше, и вот как раз-таки это все и сказалось на графике. Мы увидели, да, по нефти очень такой небольшой откат. Так, далее у нас были данные в четверг, какие у нас, так, сейчас быстренько с вами посмотрим. Это прошлая неделя, так, евро и по евро решение по процентной ставке, кстати, решение по процентной ставке, да, евро не стал, не стали повышать процентную ставку. На этой неделе у нас будет решение по процентной ставке в Великобритании, что, скорее всего, они тоже сказали, банк Англии сказали, что, банки Англии сказали, что будут, будут, скорее всего, не повышать процентную ставку, и в США также будет повышение. В остальных других странах Япония, потом какие у нас будут данные по проценту ставки Турция, по-моему, они также оставляют без изменения процентную ставку, то есть они инфляцию, возможно, в своих странах они будут решать иначе, то есть повышение процента ставки тоже инфляцию не всегда, она не всегда решается, потому что у людей особо тоже денег нет, цены растут на товары, на все остальное, поэтому я думаю, это не особо такое правильное решение. Поэтому пока решаются повышать процентную ставку, это вот Великобритания и США. Дальше у нас были данные в пятницу ВВП по Великобритании, у нас были положительные данные в фунт, ну, кстати, в фунт на что на прошлой неделе? Да, было немножко такое небольшое снижение, но оно такое было, не особо волатильное, кстати, вот по фунту будут данные в этот четверг, да и скорее всего по фунту мы увидим дальнейшее снижение, даже вне зависимости, что будет повышать процентную ставку, фунт у нас по технике идет глобально вниз, поэтому я думаю, что фунт также продолжит свое падение. И что удивительно, да, что повышает процентную ставку, по идее должно быть укрепление валюты, но судя по мировому кризису, да, идет повышение цен, цен, поэтому у людей как бы особо, опять же повторюсь, нету денег, нету средств, чтобы переплачивать в два или в три раза, да, за товары различные. Поэтому я думаю, что это наоборот плохо скажется на экономике Великобритании, поэтому данные, которые вот выходят сейчас, они, видите, они не сработали в моменте, то есть мы не увидели по фунту какого-то такого грандиозного или какого-то глобального роста, поэтому я думаю, что фунт сейчас пока смотрится вниз, пока вниз. Так, и дальше по Канаде у нас были, ну, за февраль, в принципе, данные свежие, если были бы за январь, то это было уже не так актуально, за январь, ой, за февраль, точнее, за февраль они еще играют роль. 5,5% уровень безработицы, то есть уровень безработицы у нас упал, что хорошо для страны, да, для экономики, и что мы увидели, доллар канадец, кстати, у нас упал. Кстати, доллар канадец у нас действительно очень хорошо, увидели очень хорошее падение по доллару канадцу. Так, все, на прошлой неделе вот такие новости, как бы были новости, да, какие-то сработали, например, доллар канадец, доллар иена сработали в моменте, фунт, евро нет, фунт, евро они сами сейчас по себе, они ведут своеобразно, там хорошая техника, поэтому стоит обращать внимание на технику. Фундаментал пока мало работает для вот таких вот валют, как фунт и евро. На этой неделе мы увидим, так, понедельник у нас пропускаем, не особо прям какие-то есть важные новости. Так, понедельник на неделю, на неделю. Так, во вторник у нас будут данные, во вторник, так, по Китаю, но юан не берем, юан не торгуем. Фунт у нас, уровень безработицы за январь, кстати, за январь данные не особо, если честно, свежие, потому что уже скоро будет конец марта, у нас уже середина марта, поэтому я думаю, вот эти данные, они не будут учтены рынком. Вот эти вот, поэтому их можно, наверное, скорее всего пропустить. Так, евро у нас за март, индекс текущих экономических условий, да, в Германии, индекс экономических настроений в Германии за март, очень, кстати, сильные данные. Как мы все знаем, Германия это самая лидирующая страна в Европе, поэтому вот эти вот данные, которые будут в Германии за март, кстати, март свежий, да, за этот текущий месяц будут данные сильные, точнее, рынок на них, скорее всего, отреагирует. Так, далее у нас в среду, у нас будут данные по иене за февраль, объем экспорта, импорта тоже, кстати, да, как в Японии сейчас дела обстоят, также повлияет на иен. Ну, иена, я хочу вам сказать, она сейчас реализует свой атаар, да, который они копили, там уже двойной атаар пройден, поэтому по иене увидим ли мы какую-то волатильность такую на этой неделе, не особо, наверное, потому что волатильность уже началась на прошлой неделе, и там атаар уже на исходе, то есть перекупленность уже есть по иене. Так, 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 по доллару у нас будет индекс ценная и экспортная импора за февраль, ну, в принципе, да, она не особо прям свежая, февральские, ну, тоже, я думаю, стоит на них обратить внимание. Ну, конечно же, самая важная новость в среду, у нас будет решение по процентной ставке в США, поэтому это самое такое глобальное. Вот запасы сырой нефти, кстати, будет собрание, по-моему, на этой неделе по нефти, то есть страны будут решать, нужно будет, как я читала сегодня, что будут повышать, повышать добычу нефти, то есть увеличивать экспорт. И будут договариваться со странами, да, кто производит нефть, это Арабские Эмираты, Иран и вот, да, вот эти вот страны будут договариваться, чтобы они увеличили добычу нефти. Так, процентная ставка, вот, да, в среду будет решение по процентной ставке в США, да, пресс-конференция ФУМС, также вот эти данные, ну, естественно, что уж говорить, да, данные очень сильные, то есть рынок на них, естественно, очень хорошо отреагирует. И, кстати, все вот эти настроения, да, в моменте даже может не строить, вся волатильность может начаться завтра, а может быть и сегодня, то есть все вот эти вот, как бы сказать, когда новость должна выйти, да, какие-то слухи, это же все наводит панику на рынок, и поэтому вся волатильность может начаться еще до, то есть заранее, еще до выхода новостей. Поэтому будьте осторожны, те, кто торгует сейчас доллар, доллар индекс в особенности. Так, ВВП будет за четвертый квартал Новой Зеландии, кстати, Новой Зеландии как-то не особо, по технике я сегодня ее смотрела, не особо такая активная, поэтому непонятно. ВВП, да, сильная новость, но если Новой Зеландии сотреагируют, будет хорошо, конечно же. Австралия у нас февральские данные, тоже не особо, конечно, свежий, уровень безработицы за февраль, ну, посмотрим, да, австралийцы у нас сейчас, кстати, он хорошо смотрелся в лон, как и золото, да, но у нас пошел вообще разворот, что по золоту, что по австралийцу. Поэтому, если данные будут отрицательные, да, то у нас астралийц просядет. Если будут положительные, то у нас будет укрепление, но, опять же, только в рамках канала, потому что там пошел сильный уже разворот, то есть на лонги уже не тянет абсолютно. Так, по евро, по евро индекс по терапевтических цен, так, это все февральское, фунт у нас решение по процентной ставке, сильная новость за март. Так, за март у нас будет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии по доллару, вот эти данные индексами ФРБ Филадельфии за март, все мартовские данные, они свежие, и они будут сильные для рынка. ВВП по Новой Зеландии, опять за четвертый квартал, также является сильной новостью для Новой Зеландии. Решение по процентной ставке в Японии, они сказали, что они, скорее всего, также ставят без изменений, скорее всего, и ставят, да. Доллар, точнее рубль у нас будет решение по процентной ставке, у нас и так, да, повысили процентную ставку в моменте, когда у нас была такая ситуация, да, была паника, повысили до 20%. Сейчас, наверное, поняли, да, что это не очень-то все хорошо, когда идет такое вот агрессивное повышение ставок, это, на самом деле, ничего хорошего, ни для банков, ни для людей, поэтому, я думаю, будет даже понижение, какое-то смягчение политики, монетарной политики, кредитно-денежной политики, будет смягчение и, скорее всего, будет снижение процентной ставки по рублю, скорее всего. Так, так, по Канаде январские данные, вот здесь видите, январь, январь, не берем их в учет, они не свежие, не свежие, то есть, рынок для них, то есть, для рынка они уже не такие актуальны. Вот такие вот данные, то есть, самые глобальные, естественно, это решение процентных ставок в странах, да, это Япония, Великобритания, США, Новая Зеландия, ВВП будет в Новой Зеландии и, да, и все, по Австралии также будут данные, поэтому вот такие вот новости на этой неделе. Так, сейчас посмотрим с вами технику, как у нас вообще, что, как дела обстоят с техническим анализом. Начинаем с вами с доллар-индекс. Сегодня, да, я вот смотрела, проводила анализ, ну, что мы видим? Во-первых, вот здесь вот, да, если сейчас вот я включила недельный график, потому что на дневке, ну, здесь на дневке все, на дневке тяжеловато, не вижу я левую сторону, мне не на что ориентироваться. Если смотреть по недельному графику, то здесь вот было пройдено, вот здесь вот уже два АТА, у нас ходит доллар-индекс 1,2, 1 доллар примерно, вот, среднестатистическое движение примерно в неделю, вот такое движение, оно ходит от уровня к уровню. Поэтому, как вот мы закрылись, да, во-первых, уровень у нас есть 99,34, вот он откуда взялся, это уровень исторический, уровень излома, здесь были ложные пробои, также это является уровень зеркальным, видите, вот здесь были отбои в лонговую зону, то есть выступал уровнем поддержки, уровень сильный. Мы практически копеечка-копеечку, даже немножко с таким небольшим ложным пробоем коснулись в этот уровень, да, откатили, причем откатили как? Ровно на середину канала и пошел резкий выкуп. То есть сейчас инструмент как бы ходит в канале между уровнем 99,34 и между уровнем 98, да, то есть пошел выкуп, пошел вот такой вот локальный тренд они образовали, локальный тренд, да, его даже можно, наверное, убрать, потому что он уже не имеет актуальности. Что мы можем сказать сейчас по доллар индексу? Находится он где-то вот тут, да, то есть локальный уровень какой-то мы можем его выделить, это уровень, кстати, еще ГЭПа является, видите, разрыв уровень ГЭПа. Если смотреть на часовике, то у нас зона шартовая, если смотреть по всем остальным глобальным таймфреймам, дневка, неделька, в принципе, тоже зона шартовая, но тут у нас нету закрепления, то есть на дневке нету пока закрепления. Да, у нас есть вот ложный пробой, видите, на дневном графике. Реализация на половину канала. Сейчас у нас идет возврат к уровню, да, сопротивления, как бы с люфтом, если считать, что это закрепление ложного пробоя, вот данного, да, и расстояние, расстояние люфт, да, то есть не дошли немножко до уровня, и у нас идет откат, то есть у нас подтверждение вообще шартового сценария, мы вообще идем вниз, то тогда мы идем вниз. Тогда здесь мы ждем какого-либо подтверждения, какой-либо коррекцию лонговой и продаем, это если так. Если такого сценария мы внутри дня, да, не видим, если мы видим вот тут вот накопление и возврат к уровню 99.34, да, то есть возврат, у нас тогда будет продолжение вообще вот такого глобального. Потому что, заметьте, глобальное восходящее движение, оно уже не сломлено, оно также продолжает находиться в рынке. Вот, если зайти вообще на месячный график, на месячном графике, конечно, мы находимся вот таких вот возле исторического максимума, который был в 2019 году, да, образован 2019 год, да, вот видите, копеечка, копеечка. Мы к нему как бы вот так плавно подходим, вот 99.34 уровень. Если все шансы идти дальше, если будет пробой уровня, конечно же есть, да, потому что у нас есть куда идти, здесь зона не пустая, поэтому если будет пробой, то мы пойдем дальше, дальше по доллар-индексу, то есть если дальше будет у нас укрепление. Пока, я вижу как, пока зона шартова, но нету закрепления на дневке и нету сигнала на часовике, например, да, там где кто-то торгует 15-7 минутки, также нету подтверждения. Поэтому здесь, скорее всего, они даже могут развернуться, видите, здесь были выкупы, вот на вот этом уровне локальном были выкупы. Поэтому ждем какое-то закрепление, возможно консолидацию и откат, то есть точнее консолидацию, коррекцию и уходим вниз, если, конечно, это так. Если мы сегодня увидим вот такой резкий выкуп, например, да, все, мы заходим за уровень 98, вот он, 98, 81, то все, тогда у нас идет опять ретест, опять ретест уровень 99, 34 и мы вот здесь вот опять начинаем колбаситься, то есть опять начинается у нас консолидация. Вот, но вообще, если по технике смотреть, то здесь идет как бы отбой, не могу назвать, но отбой с люфтом, если уж так, да, говорить, отбой с люфтом от уровня, ложный пробой, подтверждения здесь идут, если по свечному смотреть, то на четверг часу кей мы увидим уже внутреннее вот такое, вот харами так называемое, внутренняя свеча, да, если мы реализуем, да, подтверждение ложного пробоя плюс подтверждение медвежьего свечного сценария, то тогда мы пойдем вниз. Ну, честно говоря, вот все, что сейчас связано с долларом, я думаю, все-таки это будет сдерживающий фактор, это будет, конечно же, и рост, я думаю, но он будет рост такой более, более спокойный, то есть с откатами, все как положено, да, то есть никакая такая безудержная волатильность будет по доллару, поэтому по доллару я все-таки думаю, что они здесь вот, так сказать, развернутся, либо вот тут будут топтаться, либо вот диапазон будет рабочий на этой неделе вот 99, 34 и 98, 08. Все, вот рабочий диапазон пока по доллару индексу это вот этот диапазон, поэтому смотрим, наблюдаем, внутри дня закрепляемся ниже, тогда есть все шансы идти дальше вниз. Так, евро-доллар у нас, сегодня я смотрела его, во-первых, да, не забываем, евро-доллар у нас сохраняется, сейчас уберем вот эту линию, чтобы было понятно, у нас сохраняется нисходящий тренд, вот он, он есть, да, мы вот выделили уровень 1.08.25, сейчас поменьше график сделаем, вот он откуда взялся. Вот он уровень излома, здесь уровень выступал с сопротивлением, также были ложные пробои, здесь был ложный пробой, здесь, здесь, то есть уровень есть, уровень сильный, уровень, уровень зеркальный, да, вот здесь было отзеркаливание, поэтому смотрите, как мы у него коснулись. То есть мы закрылись далеко от уровня, видите, далеко это на самом деле означает, когда инструмент закрывается от глобального сильного уровня, далеко, скорее всего будет либо отбой, либо ложный пробой. Что мы видим здесь, сложный пробой, да, есть отработка, есть, и опять идет возврат, но возврат какой, видите, он не дошел, сейчас такая волатильность, видите, сейчас пока, если посмотреть вообще по технике, сейчас валютные пары так сдерживают, внутри дня вот так колбасят их, вот таких зонах, знаете, таких, какая-то такая осторожная торговля идет, потому что все ждут выхода новостей. Новости будут важные, новости будут сильные, плюс вот эта вся паника политическая, нету какой-то договоренности, нету никакой конкретики пока, поэтому смотрим, конечно же, только уровни, только опираемся на уровни, больше мы ни на что опираться не можем. Но новости нет, да, и вообще как бы новости это такое дело, они могут срабатывать и до выхода, и после выхода, и мы никогда не узнаем, когда они, в какой момент отработали. Поэтому по евро-доллар, если смотреть по запасу ухода, вот, например, да, вот эти две свечи, вот здесь пройден весь атак, и то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас видим, вот такую вот коррекцию, да, вообще рисовала сегодня внутри дня вот такой вот тренд. Но я его, наверное, могу зачеркнуть, если, конечно, мы здесь, пойдут у нас продажи, то этот тренд имеет место быть. Вот, но сейчас пока просто вот такое вот горизонтальное, можно сказать, движение в канале, вот в таком канале, потому что евро-доллар сейчас торгуется между уровнями 1.11.30 и 1.08.25. Чтобы дальше ему идти, да, чтобы дальше ему идти, ему нужно, конечно же, если мы вот можем выделить, раз уж тут инструмент остановили, да, вот он уровень, вот он. Чтобы идти дальше, ну, мы должны закрепиться ниже уровня 1.09.02, да, то есть закрепиться ниже и дальше уже идти на понижение. Если нет, тогда, потому что на лонг, если смотреть сейчас на лонги, да, на лонг, ну, опять же, нужно, чтобы у нас реализовался какой-то тренд, у нас просто выкуп, просто коррекция, точнее, просто лонговое движение, должно быть какое-то трендовое движение хотя бы внутри дня. Но мы этого не видим, мы этого не видим, поэтому если уж рассматривать лонги, то тогда, если мы рассматриваем лонги, да, по отношению вот к уровню, да, но этот уровень уже возник после ложного пробоя. Ложный пробой всегда, это постфактум, он происходит после излома, например, мы видим излом движения, а потом увидим ложный пробой. Здесь же мы видим наоборот, ложный пробой, а потом увидим излом. Вот этот излом, он не имеет силы. Сильный уровень, это вот куда инструмент остановился, это уровень 1.08.25, да, вот этот уровень, он является сильным, потому что он, он, а здесь был постфактум, то есть если здесь вот был излом, дальше после ложный пробой и здесь также пошел ложный пробой. То есть этот уровень уже был сформирован исторически, поэтому вот этот излом внутренний, вот этот вот, он не имеет силы абсолютно никакой, поэтому здесь его пробить, дальше вот если мы пойдем дальше вот сюда на снижение, евро-доллар не составит никакого труда. Поэтому я думаю, что евро-доллар все-таки продолжит свое снижение и заход у нас, конечно же, будет вот ниже, если смотреть на 3 дня, на 1.09.02, ниже этого уровня, я думаю, что евро-доллар можно дальше продавать. Сейчас инструмент, да, если смотреть по технике, сколько он уже прошел, наверное, прошел, да, он прошел вот здесь по родине 50% от АР. Вот все, инструмент сейчас прошел 50% от АР. Здесь может пройти еще раз свои 50%, но это уже будет обнуление, потому что инструмент торгуется в канале. Вот, и когда проходит 50% от АР, еще раз повторюсь, всегда сложно определить движение, потому что свои 50% остального может пройти инструмент в любую сторону. Вот, когда инструмент находится на нулевом от АР, там проще определить движение. Вот, поэтому такая ситуация. Видите, находится сейчас в середине канала между сильными уровнями, раз уровень, да, два уровня, вот они сильный уровень, сейчас находится где-то тут в середине. И вот определять, вот сейчас говорить точно, вот пойдет сюда, пойдет сюда, я не могу, потому что это неправильно, зона непонятная для меня, это середина канала. Для меня будет понятно тогда, когда инструмент спустится вот ниже этого уровня, потому что здесь, видите, был узлом, сильное движение остановили, здесь движение остановили, здесь хотя бы уже есть поддержка локальная. То есть, если вот здесь загребимся ниже, я уже буду примерно понимать, что да, продавцы в рынке, глобально продавцы в рынке, потому что глобально у нас тренд нисходящий и локально продавцы тоже в рынке. Поэтому только так, после вот таких сценариев, после закрепления ниже, мы только можем понять вообще, что происходит. Сейчас то, что идет коррекция против движения, которое было, да, исходящее, это нормально, потому что здесь полностью весь отар по евро прошли. Поэтому евро я все-таки ожидаю дальше на снижение. Фунт доллар также я ожидаю дальше на снижение, объясню почему. Во-первых, у нас есть тренд, раз, видите, какой он очень крутой, с такой вот практически без откат, но откаты есть, точнее, коррекции вот такие есть, но они практически, эти коррекции, коррекционные вот эти накопления, они, видите, безоткатные, они вот так вот копятся-копятся, реализация. Немножко небольшая коррекция, такая неглубокая, то есть, точнее, тренд исходящий идет без глубоких коррекций, вот так скажем, крутой тренд называется. Здесь у нас инструмент, смотрите, фунт, да, говорить вообще, что фунт сейчас вот в тренде, он находится не в тренде, глобально он не в тренде, глобально он просто идет вообще вот ретест уровня 1.31.92, вот такой вот был флэт, да, вот такой вот возврат, точнее, закругление, да, можно сказать, ближний ретест, да, ретест уровня, все, и пошла реализация. А вот если смотреть уже дневку, то по дневке мы видим, конечно же, вот счетчик, видите, виден нисходящий тренд. Если смотреть по запасу хода, точнее, если смотреть вообще по зоне, да, вообще, что, куда инструмент может прийти, и есть ли ему куда идти, на самом деле есть, потому что вот он уровень, я выделила его 1.27.57, вот он, это уровень зеркальный, вот здесь были, видите, изломы, точнее, вот здесь был ложный пробой, здесь было отзеркаливание, было сопротивление, здесь было хорошее, откатным уровнем, вступало откатным, откатным уровнем, был перехай, точнее, перелоу цены. Здесь ложный пробой, здесь, то есть уровень сильный, и смотрите, да, мы практически уже торгуемся на середине канала, у нас есть уверенное, хорошее закрытие на недельном графике в шартовой зоне. На дневке мы также видим закрытие, да, возврат от зеркаливания, на самом деле вот эта свеча, да, вот это вот медвежье поглощение плюс, да, они нарисовали, это является очень хорошим сигналом, подтверждением того, что это пробой, а не ложный пробой. Поэтому я ожидаю фунт на дальнейшее снижение, и даже лучше смотрится, чем евро, евро-доллар, он как-то так более, более в такой зоне сейчас находится, да, где-то вот тут в середине, и волатильность у него здесь вот повыше. Ну, то есть непонятно, я не люблю вот такие зоны, когда идет забитие цены, потому что цена забивается, видите, сначала был широкий вот такой вот, широкий диапазон, теперь оно вот, запил вот сейчас начнется, вот запил, поэтому запила я не люблю. По фунту никакого запила нет, по фунту видите, какой идет тренд, во-первых, и локальный тренд, если мы увидим, вот он, вот он есть. Поэтому я по фунту ожидаю, вот снижение к уровню, если локально смотреть, вот ниже этого уровня я бы продавала, вот здесь вот, 1.30.12, ниже этого уровня фунт очень хорошо смотрится на дальнейшее снижение. Поэтому ждем, пока входа нет, если смотреть часовик и внутридневные таймы, да, например, 15 минутку, пока ничего нет шортового именно сигнала. Вот, глобально, да, продавцы давят, но ждем, конечно же, подтверждения, да, ниже вот уровня 1.30, еще раз скажу вам, 1.30.10, 1.30.12, ниже этого уровня, я думаю, все-таки фунт дальше продолжит свое снижение. Доллар Канаде, смотрите, какая интересная ситуация по доллару Канадцу, у нас есть уровень 1.27.97, смотрите, вот он, уровень излома 1, здесь ложный пробой 1, ложный пробой 2, ложный пробой 3, здесь излом, здесь отзеркаливание, уровень сильный, смотрите, излом, точнее, мы подошли к этому уровню объемной свечой, закрылись близко к уровню и заметьте, какой без откат, вот смотрите, инструмент просто прилип к уровню, это называется прилипание к уровню, перед пробоем, это классическое прилипание, плюс у нас есть поджатие, то есть вот, картинка очень красивая, ну, видите, здесь сидит очень сильно лимитный, скорее всего, продавец, который специально кидает, закидывает заявки, точнее, рисует вот тут вот красивые картинки, да, ранние, так сказать, вот они, ранние продажи, игроки продают, выбивают стопы, опять продают, да, то есть здесь идет полное выбивание стопов, здесь очень хорошо видно игру именно продавцам, именно лонгового, правда, сообщу лонгового, потому что он загоняет всех в лонги, да, а потом продает, то есть он специально загоняет в лонги, специально покупает, да, идет против рынка, чтобы забрать стопы те, кто зашел рано в продажу, поэтому вот я думаю, что по канацию мы увидим все-таки вот эту фигуру, которая у нас есть, и мы ее отработаем, и по канацию я ожидаю вот закрепление выше уровня, закрепление выше уровня D2797, именно закрытие выше, да, с подтверждением, только тогда мы увидим дальнейший рост, и ближайшая цель у нас по канацию 1.2965 уровень, это ближайшая цель. Если сейчас смотреть по запасу хода, то пройдено уже, пройден полностью весь АТР, вот здесь вот полностью весь АТР, поэтому мы сейчас видим, видим вот такую небольшую коррекцию, да, точнее уже видим выкуп, не коррекцию, выкуп именно движения, потому что мы сейчас видим контртренд по отношению к локальному нисходящему, видите, есть локальный нисходящий тренд, все, он уже ломается, и рынок заходит, точнее Канадий заходит уже такой, начинает заходить в лонговый восходящий тренд, поэтому я ожидаю по канацию. Закрытие выше 1.2797, закрытие с подтверждением, мы, думаю, увидим рост по канадцу. Так, Австралия, Австралия у нас неплохо смотрелась в лонги, но все сломали, видите, вот здесь полностью произошел разворот, да, мы сходили, считай, на половину движения, потому что у нас вообще потенциал был сходить вот сюда, 1.074.78, то есть потенциал был сюда, но видите, мы практически вот тенью коснулись, практически чуть ли не дошли, я думаю, было обидно, те, кто держал лонги по Австралии, они, потому что практически, ну, чуть-чуть здесь, может быть, 30-40 пунктов, они не коснулись цели, да, 30-40, да, где-то 40 пунктов, поэтому те, кто без убытки ставят, молодцы, потому что вот таких вот как раз ситуаций без убытки очень спасают. Вот, поэтому, что видим сейчас по Австралии? Во-первых, у нас есть уровень 0.73.787, излом, тут же ложный пробой, да, постфактум, опять же, это всегда постфактум, ложный пробой всегда после чего-то происходит, по отношению к чему? По отношению к уровню. 0.73.78, ложный пробой, да, вот такая пронизывающая свеча, дальше у нас пошел ретест, ретест с подтверждением, почему с подтверждением? У нас есть медвежье поглощение, то есть подтверждение данного ложного пробоя, да, и сейчас мы видим, что раз вершина, два вершина, я думаю, у нас будет реализация по Австралии, вот сейчас мы видим, вот сейчас очень хорошая на самом деле позиция по Австралии, и вот здесь вот, да, вот сейчас мы коснемся, если уровень 0.72.67, так сказать, для отзеркаливания шортов, то я даже зайду, у меня вот здесь сделка будет тогда открыта, потому что по Австралии очень все неплохо смотрится, во-первых, у нас есть и локальный нисходящий тренд, да, у нас есть глобально, глобально у нас есть хорошая фигура, да, с разворотом, то есть вот эта разворотная фигура, и плюс у нас есть вот такой вот глубокий ложный пробой одним баром, да, одной свечой, поэтому я думаю, что, думаю, что Австралии мы увидим дальше на снижение. Если смотреть по запасу хода, то здесь у нас пройдено 50% ровно, это 80 пунктов, и если вот отсюда смотреть, то вот сюда мы спокойно 50% свои можем добрать по Австралии, поэтому Австралия сейчас неплохо смотрится, вместе, кстати, с фунт-долларом, если смотреть эти два инструмента, две пары, у них сейчас корреляция положительная, поэтому я думаю, что также у нас будет снижение. Так, по Новой Зеландии у нас будут новости, на самом деле, по Австралии, по Новой Зеландии у нас будут данные ВВП, данные сильные, вот Новозеландия на самом деле смотрится противоречиво, то есть если Австралия у нас более-менее смотрится понятно, по Новозеландии мы видим что? Во-первых, если включить недельку, то неделька, смотрите, какая у нас. У нас вообще лонговая зона. У нас на дневке, если смотреть, глобально восходящий тренд. На недельке у нас 0,68 уровень. Вот он уровень. Раз излом, два излом. Здесь излом. Здесь у нас был такой вот проторговочка. И уровень выступал откатным. И перехай цены. Уровень сильный. Что мы здесь видим? Закрытие в лонговой зоне. Вот такой небольшой откат. И сейчас инструмент непонятно. То есть, вроде как мы сохраняем еще лонги. Но мы уже как бы в такой зоне находимся. Между лонговой и шертовой зоной. То есть, скорее всего, зона будет вот, видите, как здесь. Видите, на истории вот распил. Скорее всего, здесь будет то же самое. Поэтому по Новой Зеландии сейчас, если продавать. Но шансы есть. Вот сходить примерно на 40-50 пунктов. Мы, в принципе, можем упасть. Есть шансы по Новой Зеландии 40-50 пунктов поймать не снижение. Но это, опять же, это какая-то ловля все-таки движения. Это не хорошее полноценное движение. Шертовое. Потому что шертового сценария нет. У нас есть контртрендовое движение, которое сейчас идет. Если смотреть. Вот часовик. У нас есть на часовике по Новой Зеландии. У нас есть локальное нисходящее движение. Вот оно. И, скорее всего, если мы говорим сейчас о нем, то оно может свое доработать. И на этом все. Пока на этом все. То есть, о Новой Зеландии я не вижу глобальных каких-то продаж. Глобальные покупки, да, могут быть. Но они, видите, сейчас инструмент попал в вот такую вот зону зараженную. Если здесь покупатель сумеет удержать цену свою, сумеет удержать инструмент на уровне, то тогда мы Новозеландец увидим дальше в бай на покупку 0.69.48 уровень. То, скорее всего, мы увидим Новозеландец на этом уровне. Да, это уровень. Вот он, откуда взялся. Почему вообще я его выделила? Это уровень зеркальный. Уровень с сложными пробоями неоднократными. Да, здесь вот был уровень сопротивления. Поэтому шансы есть сходить до этого уровня. Запас хода до уровня ровно весь АТАР. Вот здесь вот если не пройдут, полностью весь АТАР. Поэтому то, что здесь сейчас идет накопление, это нормально. На самом деле, точка вот здесь является, вот здесь вот 0.68.02 уровень является таким критическим. Критическим уровнем, не критическая точка. Поэтому здесь, ну, здесь момент такой он решающий. Либо оно все-таки разворот рынка, да, идет глобального лонгового движения. Разворот вообще, в принципе, и мы ломаем тренд, либо мы вот здесь вот копим, да, и идем дальше на продолжение покупок. Дальше идем на продолжение покупок. Поэтому по Новозеландии не все так просто, на самом деле. Продавать как бы я бы не стала. Я не люблю вот эти движения именно ловить, да, там, точнее АТАР ловить. Точнее АТАР, когда он уже заканчивается, да, это там 60-65% АТАРа пройдено. И вот ловить там последние эти 20-30% я не особо сейчас не люблю. То есть, если заходить, то ловить уже, точнее, брать уже 50% АТАР, либо весь полностью АТАР брать. Вот такая ситуация по Новой Зеландии. Так, доллар-франк. Франк вообще очень, на самом деле, волатильный. У меня было несколько перезаходов по нему. У меня также вывывало в основном по безубытку, потому что инструмент очень волатильный. Видите, какие тени у меня сегодня, кстати, выбило. У меня сделка была вот здесь вот открыта. Тейк у меня стоял вот выше. Видите, немножко не дошли. И меня вот с этой вот этой свечой, меня выбило в безубыток. Потому что я всегда в безубыток выставляю 30% от прибыли. То есть, 30% от прибыли я не отдаю рынку. Не отдаю. Вот, что нам показывает недельку? Я вот нарисовала вот этот вот, так сказать, треугольник, да. Если смотреть по названиям, да, есть фигуры. Но эти фигуры, они всегда должны быть объяснены. То есть, фигура любая объясняется. Почему треугольник? Это забитие цены. Вот здесь вот есть уровень 0.92.47. Здесь покупатель всячески выбивает заявки, которые выставляют продавцы на продажи. И также забирает лимитные заявки, которые выставляют покупателя. Потому что покупатель выставляет на пробой, а продавцы выставляют на ложный пробой. Да, поэтому здесь и так, и так. Поэтому вот этот треугольник, который сейчас образовали, точнее, образовал крупный игрок, который ведет вот всех занос, вводит, да, вот здесь вот. Здесь очень бешено было. Ну, как вот здесь торговать? Открылся я здесь, тебя выбило сюда. Открылся я здесь, тебя выбило в другую сторону. То есть, ты открылся на пробой, тебя выбило вниз. Открылся на продажи, тебя выбило вверх. Вот, поэтому здесь, смотрите, франк сейчас на самом деле находится на реализации своего такого выхода из этого канала, из этого треугольника, да, назовем ему. Поэтому сейчас франк неплохо смотрится дальше на продолжение покупок. Если смотреть по уровням, то вот он уровень, вот он уровень, так. Если смотреть по уровням, то вот он, да. 0,93, 38. Смотрите, объемный свеча, выход из вот этого треугольника, да, вот из этой трендовой линии, так сказать, линии треугольника. Закрытие выше уровня, выше уровня сопротивления, плюс вот такой вот ретест, я смотрю, да, вот он, закругление на дневке, точнее на недель, это недельный график. У нас есть все шансы, да, вот реализовать вот это движение вот здесь в канале, в треугольнике, полностью вот здесь вот забрать. То есть полностью реализовать данное движение вот здесь. 0,9474, я думаю, мы увидим франк на этом уровне, и франк сейчас неплохо смотрится. Почему я говорю вообще, он может идти? Во-первых, если смотреть по запасу хода, я даже вот могу здесь не замерять технический отар, потому что у нас такое есть глобальное накопление, видите? Выход из этого накопления даст нам силу, даст нам рывок, даст нам бензин, да, идти дальше. Поэтому я думаю, франка, он сейчас на все как бы вообще очень неплохо, очень неплохо смотрится в лонге. Вот он, тренд есть локальный, если смотреть глобально, локально точнее смотреть, то у нас тренд восходящий. Поэтому смотрим, да, смотрим последний максимум наши дневные, часовые точнее, вот на часовике, вот он максимум. Выше уровня 0,9362, закрываемся выше на часовике, у нас есть шансы есть дальше идти дальше на покупки, на укрепление доллар-франка. Поэтому вот такая картинка получается. Доллар-иена очень неплохо смотрится, очень неплохо, да, у нас вот движение было, смотрите, глобально восходящий тренд. Вот, если смотреть месячный график, на самом деле, вот смотрите, у меня сейчас сделка открыта. На самом деле, да, вот я сейчас уже подкорректировала уровни, я выставила, считай, на самый вот этот максимум крайний, который был исторический, вот. Тейк у меня стоит на уровне с 2016 года, это уровень, еще раз так, это уровень у нас 118,58. Да, я выставила тейк вот сюда, потом я уже сегодня смотрела графики, и я немножко уровень сдвинула вот этой свечи, свечи вот этой вот, вот, которая вот изломная, видите, откатная, точнее, откатная, это зеркальный уровень. Поэтому иена, смотрите, она даже дойдет, да, вот пробьет этот уровень 117,33. Но как она его пробьет? Если мы пробиваем, закрепляемся здесь выше, безоткатно идем дальше, у нас есть шансы идти, есть все шансы идти дальше до уровня 124,49. Но это уж глобально, если смотреть, мы смотрим сейчас месячный график. Если исключить график поменьше, вот он, дальше уровень локальный, есть вот такой 120 уровень, 98,20,98. Если смотреть недельку, то, вообще, почему неделька идет, да, смотрите, у нас глобальный восходящий тренд раз, у нас объемная, объемная свеча, закрытие под самый хай, да, под самый хай, смотрите, под самый уровень, а закрытие под самый уровень здесь, на дневке под самый уровень, поэтому то, что мы сейчас идем, и плюс у нас накопление, смотрите, у нас вот такое было, точнее, у нас было вот накопление, кстати, можно даже назвать такой треугольник, треугольник, это у нас когда идет забитие, у нас идут лимитные заявки, выбивает со всех сторон, у нас идет продолжение по тренду, фигура продолжения тренда, видите, реализация пошла полная, движение вот здесь вот уже взято. То есть сейчас иена, я думаю, успокоится, они дойдут, вот сейчас немножечко уже пройдут свои лонги и немножко стихнут, потому что иена у нас, она на самом деле очень технична, но она очень такая в плане АТАРа, именно вот запаса хода, она очень такая правильная на самом деле. То есть если запас хода она прошла свой, она дальше не пойдет. Если смотреть по запасу хода, то раз АТАР и здесь, да, все, вот иена сейчас два АТАРа, я даже не знаю, вот у меня позиция открыта, может быть даже и закрою, потому что здесь полностью, но если смотреть, да, по тренду, да, у нас восходящий тренд, у нас когда идет торговля по тренду, я всегда говорю это в своих эфирах, у нас идет безудержная волатильность, то есть у нас больше силы, больше бензина идти вообще, по тренду всегда легче идти, поэтому иена, она уже на исходе, я вам хочу сказать, если брать покупки, вот здесь полностью два АТАРа пройдено, если иена, конечно же, пойдет свою, видите, ну движение просто, оно безоткатное, вот откат был какой-то минимальный, просто на одной свече сделан, и все, видите, сейчас иена, а иена остановит свое движение, и хоть она зависит от доллара, да, у нас базовая валюта доллара, но я думаю, что иена дальше, дальше она не пойдет, не пойдет, то есть они все-таки остановят и будет вот такой вот небольшой, наверное, откат, скорее всего. Вот, по иене в те, кто, конечно, на прошлой неделе купил, молодцы, потому что было действительно хорошее движение, у нас был выход из долгожданного накопления, то есть мы очень долго ждали вот этого выхода, вот этого выплеска энергии, который вот здесь вот копился, поэтому иена пока идет, да, но она уже на исходе, АТАР уже на исходе. Так, турецкая лира, то же самое, отлично, вот здесь вот, да, мы копили-копили, прилипание к уровню, вообще продавцов ноль, вообще никаких, там, может быть, какие-то локальные продавцы были в рынке, но глобальных продавцов в рынке их не было. Здесь, да, уровень 14.16.05, вот он откуда взялся, это уровень исторический излома, вот здесь мы к нему как подошли? Мы к нему подошли, вот видите, ложный пробой и все, и нереализация. Закрытие под самый счетай хай, под самый уровень, все, реализация пробоя, отлично. Просто сейчас что мы наблюдаем? То же самое, кстати, уровень излома, вот он, уровень излома 14.86.46, уровень излома, ложный пробой, сейчас опять идет нереализация, то есть, похоже сценарий, как здесь. Если закрываемся выше, у нас все шансы есть дальше идти куда? Дальше идти в покупки. Вот, ближайшая цель это 15.82.67. Кстати, я думаю, что Турция, я думаю, что в Турции также будет решение по проценту ставки, они не будут ее повышать, и наоборот у нас будет укрепление доллара по отношению к лире. То есть, поэтому я думаю, что доллар-лира у нас подрастет. Видите, видите, тени какие? Видите, глубокие какие у нас идут выкупы. Когда этот выкуп, просто вот прям вот не дают даже коснуться уровня поддержки. Это означает, что в рынке сейчас находятся очень-очень сильные покупатели. Так, биткоин. А биткоин, я говорила, что будут продажи, да? Те, кто смотрел эфир в прошлом, я говорила, что по эфиру, точнее по биткоину и вообще по криптовалюте по эфиру у нас будут продажи. У нас продажи, они как бы не реализовались, но у нас были вот такие вот покупки внутри дня, были и покупки, и продажи. Что я думаю, да? Вообще, если смотреть сейчас, да, вот если разбирать вообще криптовалюту, да, цифровую нашу валюту, именно фундаментально, да, все же думали, что все будет закрытие счетов, там не смогут люди выводить деньги ни в доллары, да, особенно там, если рублевые счеты, там доллары не выведешь. Все это может через криптовалюту, якобы хайп на это все криптовалюте, через криптовалюту можно, а вот на самом деле нельзя криптовалюту тоже, на самом деле, много где закрывают, и там же, точнее, и в России так же, что через криптовалюту так же нельзя работать. Поэтому говорить, что криптовалюта – это какое-то такое убежище, какое-то спасение для людей, да, именно с выводом денег, нет. Я считаю, что все-таки это не такое уж спасение, все-таки странно сейчас какой-то выход, да, найдут именно работа с валютой. Поэтому криптовалюта, чтобы ставить ее сейчас на первое место, да, именно в управлении своими деньгами, с выводом и так далее, я думаю, что нет, если сейчас фундаментально смотреть. Поэтому все весь хайп, который у нас сохранялся, он, на самом деле, он весь был ложный, этот хайп, он был, это все, как бы, такие были, больше как слухи, чем подтверждения. Поэтому я думаю, что криптовалюта, она продолжает смотреться, она продолжает смотреться офшор, да, потому что у нас что есть? У нас есть, во-первых, если смотреть недельку, у нас вот уровень 41.218, у нас шортовая зона, видите, у нас ложный пробой плюс подтверждение ложного пробоя. То есть у нас шорты, у нас надневки шорты, видите, закрытие ниже, все, инструмент, вот, консолидация, точнее, у нас проторговка под уровнем, и плюс у нас глобально нисходящий тренд, плюс у нас есть забитие цены. Инструмент вот здесь вот, они не дают ни туда, ни сюда, то есть они выбивают заявки в разные стороны, и в заявки в лонг, и в заявки в шор. Поэтому закрытие ниже уровня, вот чтобы уж подтверждением говорить, шортового сценария, криптовалюты, да, биткоина, если говорить сейчас конкретнее, вот, закрытие ниже уровня 37.44, да, закрытие, будет означать у нас продолжение шортов, плюс раз, два, вот видите, раз, два, две вершины, отработка этих вершин даст нам дальнейшее, так сказать, даст нам дальнейшее движение, и даст нам бензин идти, поэтому закрытие ниже 37.44 даст нам все шансы идти дальше вниз. Поэтому криптовалюту я все-таки дальше продолжаю рассматривать в шорт. Эфир такая же ситуация, все то же самое, видите, здесь идет распиловка, вот, на уровне зона шортовая, инструмент продолжает торговаться в шортовой зоне. Вот здесь вот если отобьемся, отзеркалим, да, этот уровень 26.46, то у нас есть все шансы дальше идти вниз. Если не отзеркалим, ну, тогда у нас есть заход, это уровень вот здесь вот, да, вот, локальный, вот здесь остановили, если же ближайше смотреть, ближний ретест уровня 24.64 даст нам все шансы идти дальше вниз. То есть мы все даже должны отталкиваться от какой-то картинки. Да, мы можем глобально как-то рынок анализировать, да, мы можем рисовать тренды, мы можем рисовать какие-то треугольники, все остальное, но у нас должна быть точка входа. Почему должна быть точка входа? Потому что мы должны поставить свой стоп-лосс. Стоп-лосс должен быть к чему-то прикреплен. А это сценарий, это уровень, это, если мы смотрим точки входа, да, те, кто торгует, например, внутри дня, это в особенности, тогда мы смотрим внутридневные там фреймы обязательно. Мы всегда оставляем дневные уровни, да, дневные уровни всегда хорошо, это сила уровня определяет, нам помогает поставить стоп какой-то, да, там за уровень или за ложный пробой, но точку входа мы всегда филигранную смотрим где-то на часовике. Поэтому вот если смотреть сейчас эфир, вот здесь, ну непонятно, я не могу его здесь сейчас продать. Вот если его сейчас здесь продам, меня может выбить, и они будут на отзеркаливание пойти к уровню 26.46, да, вот. Вот покупать тоже, если я куплю, они могут вот сюда скатиться, и здесь дальше, если они сюда скатятся сейчас, да, вот сегодня, они дальше пойдут. Все, у них есть какие-то критические точки локальные, то есть вот локальные уровни на данный момент выступают. Именно локальные на эфире, если брать, вот локальные, вот он. Так, локальные, да, вот он, 24.75. Во-первых, он локальный, он плюс еще и глобальный, видите, вот здесь было излом. Поэтому уровни, они всегда должны быть и локальные, и глобальные, чтобы прикрепить свой стоп. Так, дальше смотрим натуральный газ. Натуральный газ у нас, смотрите, да, все вот как бы, все это было повышение-повышение, да, у нас вот такое было средневое ралли, все росло, и росты цены на газ и на нефть. Но пошел откат, видите, ложный пробой глобальный, плюс ложный пробой вот такой вот у нас был пронизывающий свечой, ложный пробой двумя свечами, уровень 4.87.75. Что мы сейчас видим? Видим реализацию данного ложного пробоя, да, и скорее всего, что мы увидим? Я думаю, натуральный газ мы увидим дальше ниже уровня, дальше, точнее, увидим падение по газу, и инструмент дальше упадет, дальше это вот ближайшая поддержка 4.40.26, вот уровень по газу. Почему падет? Потому что вот здесь, вот если смотреть по запасу хода, у нас газ ходит 9 долларов, у него запас хода. Так, здесь пройдено ровно 50%, да, здесь у нас пройдено даже меньше 50%, здесь пройдено 30-40%, то есть это движение незначительное, здесь движение незначительное, поэтому я думаю, что по газу мы можем, если смотреть отсюда, смотрите, сколько газ может пройти, это 50% может пройти от своего тара полностью, то есть мы даже можем зайти за уровень 4.40.26, вот здесь вот нарисовать, возможно, ложный пробой, и вернуться за опять в лонговую зону. Поэтому пока шарты, инструмент торгуется в шартовой зоне, инструмент на запас хода IT есть, да, ложный пробой на глобальном дневном графике есть, если смотреть внутридневные таймфреймы, то мы видим здесь, то мы видим здесь, пока торговля ведется просто внутри канала, у нас нету тренда, то есть видите, у нас нету какого-то тренда, здесь мы не можем пока сказать, что здесь какой-то тренд идет, просто видим, скорее всего, ближний РТС, вот он, внутри дня, если он реализуется, то хорошо, тогда реализуется. Поэтому газ рассматривать ниже уровня 4.44.83, закрепимся ниже этого уровня, у нас все шансы есть дальше идти. Причем не только до уровня 4.40.26, они дальше могут пройти, поэтому у него все шансы есть дальше пройти и забрать 50% своего АТА. Поэтому такая картинка получается по газу. Так, золото тоже самое, все видите, все развернулось, они практически коснулись, кстати, у меня был безубыток, у меня была сделка в лонг по золоту, я говорила себе, да, золото нужно покупать, потому что на прошлой неделе все было гораздо хуже и вообще в плане всего хуже, фундаментала, техники, там, политики всего остального, то есть было больше паники, поэтому я говорила, золото, золото, да, сейчас все вкладываются в золото. Действительно, золото у нас подросло, у нас выход произошел вот из этого уровня, точнее, выход за уровень. 19.65, да, мы хорошо пошли вот такую реализацию пробоя, да, реализацию пробоя. Сейчас, я думаю, по золоту, видите, все, вот он уровень, который был локально у нас, он уже пробивается. 19.73, сейчас хорошо идем. Все, сейчас золото пока смотрится в шорты, пока золото у нас идет на снижение, очень неплохо. Если смотреть по запасу хода, золото у нас ходит, золото у нас ходит 4.5 долларов, 4.5, здесь пройдено ТАР, раз, и пройдено ТАР, а вот они практически сейчас дойдут, 4.5, примерно вот сюда, до середины канала, я думаю, золото мы точно увидим, так, золото мы точно увидим, вот сюда вот, 19.37, ближайшая цель по золоту. Что будет дальше, пока непонятно. А вообще, если глобально смотреть, то, если вот неделька, да, если на этой неделе, эта недельная свеча закроется ниже 19.65, вот он уровень, вот он откуда взялся, ниже 19.65, вот он ложный пробой, тогда будет вообще считаться ложный пробой одной свечой, причем, смотрите, какой глубокий. И мы тогда увидим дальнейшее снижение по золоту, вообще, в принципе, глобально, это будет уже очень серьезная картинка на самом деле, то есть о покупках мы уже можем, так сказать, подзабыть. А если уж включить месячный график и смотреть по месячному графику, то у нас есть уровень 19.13, вот он, уровень излома исторический. Здесь мы видим, что мы сейчас уберем, потому что они уже не так значимы на месячном графике, вот именно вот этот уровень, да, вот верхний, который был. Ложный пробой раз, сходили, ретест, сходили, пробой, да, все, сейчас, если уж, если месячный, если март, март закрывается ниже уровня, если март закрывается ниже уровня 19.13, тогда это у нас всем, картинка совершенно меняется. У нас закрытие идет в шортовой зоне и подтверждение ложного пробоя. Но, если смотреть глобально, это дальний ретест. Вот он, дальний ретест. Дальний ретест с чем? С параболическим закруглением. Когда у нас идет дальний ретест с параболическим закруглением, это означает что? То это означает, что, скорее всего, у нас будет пробой, дальнейшие у нас будут покупки. Но дальний ретель, смотрите, он же не с первого раза реализовался. Он произошел, сейчас происходит реализация пробоя со второго раза. Видите, закрытие близко к уровню. На самом деле, все неплохо сейчас смотрится в лонге. Пока, пока вот все сейчас торгуется в лонговой зоне, если смотреть на месячном графике и смотреть на недельном графике, пока идет лонговая зона. Но здесь также на недельном графике есть свои уровни, которые являются очень сильными, видите. Может быть такой сценарий. Они могут сейчас закрыться ниже уровня 19.59. Вот так немножечко реализовать свое движение. То есть, вот этот ложный пробой реализовать. Но реализовать как? Они могут сделать такую нереализацию ложного пробоя. То есть, инструмент может попасть вот такой вообще в лонговый сценарий. Вот здесь вот произойти откат и дальше пойти на продолжение покупок. Почему я так говорю? Потому что месячный график пока нам говорит, что у нас глобальные покупки. Неделька, видите, у нас идет сейчас на развороте. На дневке то же самое. Поэтому золото пока идет на откате, да, пока идет на откате. Вот цель, если смотреть уж так вот точечно, да. Вот примерно 19.33, 19.34. Примерная цель по золоту, да. Вот здесь вот мы, думаю, придем сюда. Если пойдем дальше, мы вполне можем пойти дальше до уровня 19.13. Это уровень исторический, вот он откуда взялся, уровень излома. Да, вот он, видите, вот он уровень излома. Поэтому можем сходить и сюда. Поэтому пока вот так вот. Если смотреть на эту неделю, на эту неделю снижение. На эту неделю шарты. Что будет потом, неизвестно. Будем уже смотреть на следующей неделе, как инструмент будет себя вести. Так, серебро. Серебро то же самое, видите. Если смотреть месячный график, то, во-первых, да, у нас канал. Просто канал. Пока инструмент торгуется в канале. Вот он. Так, вот он. 22.128 уровень поддержки. И уровень сопротивления. 29. Так, нет. Уровень сопротивления. Вот он. Вот он. Отзеркаливание. Видите, зеркалка. Зеркальный уровень. Очень сильный. 1.20. А, точнее, 27.50. 59 уровень, да. Здесь был медвежье поглощение раз. Ложный пробой одним баром. Ложный пробой двумя свечами. Подтверждение. И опять у нас идет ретест. Ложный пробой вот здесь вот уже, видите. Ложный пробой раз. Ложный пробой два. И у нас идет реализация. Сейчас инструмент торгуется вот на середине. На середине своего канала. Все, смотрите, если понедельки. Да, я говорила, что серебро так же, как и золото, нужно покупать. Потому что у нас есть разворотная вот такая фигура. Две впадины, которые должны были реализоваться. Ну, видите, реализация не прошла. А реализация не прошла. Инструмент сейчас идет на откат. Ну, как на откат. Серебро, кстати, лучше смотрится, чем золото, я хочу сказать. Серебро такое более уверенно в лонговой зоне сейчас торгуется, чем золото. Золото немножко может, так сказать, немножко просесть. Немножко с таким ложным пробоем. Даже, ну, пойти вниз такую. Вниз в поддержку, так сказать. В лед, если так говорить, ниже поддержки спуститься и вот таким глубоким ложным пробоем нарисовать нам картинку. Это я говорю сейчас про золото. По серебру, видите, они дошли до середины канала. Вот он, середина канала. То есть полностью реализация фигуры вот эта не произошла. Поэтому по золоту что мы видим? Пока идут у нас шарты по отношению вот к этому уровню 26.37 у нас есть ложный пробой. У нас идет реализация ложного пробоя. У нас идет вот такое нисходящее движение. Зайдем ли мы сюда или нет, пока непонятно. Честно, вот если смотреть по запасу хода, то серебро у нас ходит 1 доллар, запас хода у него. Так, запас хода 1 доллар. Полностью, все. Здесь полностью торг пройдет. Сейчас по серебру что-то ловить, продавать не стоит. Нужно подождать. Подождать, потому что они вот здесь вот сейчас могут закрепиться ниже и опять пойти на выгу. Понимаете? Поэтому продавать сейчас опасно, а покупать рано. Поэтому по серебру пока, я считаю, нужно посидеть на заборе. Так, нефть у нас, смотрите, нефть также проседает. Все нефть, вот я считаю, видите, здесь нисходящий треугольник. Раз, ближний ЛТС уровня 107.64.2. Плюс у нас есть локальный тренд, такой вот нисходящий, это 3. То есть нефть сейчас продавать самое то. И ближайшая цель это 101.78. Все-таки снижение цен по нефти мы увидим. Какое-то такое хотя бы небольшое смягчение мы должны увидеть, потому что у людей паника во всем мире вообще. Везде. Везде цены на нефть повышены абсолютно. И как бы это не очень хорошо, я думаю, что добытчики нефти, потребители, точнее производители и страны, которые добывают нефть, вообще вся эта экономика мировая, все-таки они какой-то баланс найдут и с ценами на нефть что-то будут делать. Поэтому постоянно повышение, 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 ну это чересчур, я думаю, поэтому они как-то решение свое найдут. Я думаю, они уже его находят, мы видим это на графике, да, хорошо. Вот, поэтому вот уровень, да, 108.34, видите, они уже его пробили, вот здесь вот ложный пробой, раз, не реализация, ретест, все, и пошли. Плюс нисходящий треугольник по тренду. Все, нефть, мы видим дальше нападение. Вот сейчас те, кто не в позиции, я вот даже рекомендую зайти, зайти, я даже перед вами могу позицию открыть, позицию открыть по нефти. Все, в продаже, потому что очень-очень-очень неплохо смотрится. Так, потом уже выставлю все стоп-лоссы, тейк профиты, это уже будет долго все это высчитывать. Ну, суть в том, что, смотрите, да, очень неплохая, очень неплохая картинка по нефти. Все, нефть только пока в шорты. Локально в шорты, глобально тоже пока в шорты. Если смотреть на недельку, то, точнее, даже неделька, месячный график. Видите, у нас на месячном графике, на месячном графике, смотрите, уровень 101.78, видите, уровень зеркальный. Мы к нему коснулись, да, зашли за уровень. Смотрите, мы-то все отработали. Я говорила, что вот эта фигура, раз, дно, два, дно будет отработано. Точь-точь все движение забрали, видите, все движение забрали. Поэтому нефть-то неплохо, неплохо-то исходила. 127-139 мы коснулись, видите, даже сложным пробоем. Поэтому сейчас пока нефть торгуется, я вам хочу сказать, в лонговой зоне, пока на месячном графике. На недельке торгуется в шортовой зоне, уже придет подход к уровню поддержки, да. Вот он, вот он, уровень излома, это уровень поддержки, если смотреть. Вот он, да, уровень поддержки. Поэтому ближайшая цель пока по нефти 101.78. Что будет дальше, пока я не могу вам сказать. Ну, локально хотя бы уже есть картинка, есть сценарий. Так, ну и последнее у нас с вами S&P 500. Я думаю, что меня спрашивали на прошлой неделе S&P 500, что будет, да, продажи, все-таки будут давления. Потому что давление есть, да, фондовый рынок сейчас, конечно, им сейчас очень тяжело. Многим компаниям сейчас очень тяжело. Продажи во многих странах, да, каких-то определенных, на самом деле, касаемо России, да, многих брендов. Многих брендов закрыли, да, вообще поставку, продажи, экспорт, все. Мы, многие компании сейчас не сотрудничают. Поэтому им тяжеловато, конечно, в плане прибыли и доходности, да. Поэтому сейчас компания, я считаю, они в кризис у них, да, они много чего теряют. Поэтому фондовый рынок сейчас смотрится, видите, тяжеловато ему. Это очень видно на графике. И те, кто мне спрашивали на прошлой неделе, да, давление от продавцов есть, конечно же, есть. Но я говорила, что вот тут далекие закрытия, тут идут далекие вот эти вот тени, да, глубокие вот эти ложные пробои с выкупом. Я думаю, что покупатели, да, они подключатся, ФРС что-то сделает, решит, и не будет какого-то такого глобального обвала рынка. Я думаю, обвала глобального рынка фондового не будет. То есть 42-44, вот уровень есть, уровень сильный, я думаю, на этом уровне у нас и будет выкуп. Видите, они уже, вот видите, немножко продали, выкупать. Сейчас вообще вот здесь вот торговать, куда-либо открываться очень опасно, потому что тут вообще непонятно, что происходит. Они могут выбить и сюда, и сюда. Уровень держит, видно, покупатели держат, все равно покупатели в рынке, и это видно. Поэтому если смотреть на недельки, видите, недельки вот он уровень, вот он, вот он. Видите, далекие закрытия раз, далекие закрытия два. Поэтому если у нас получится, получится выкупить и хотя бы закрыться близко к уровню 43-89, у нас все шансы, точнее у фондового рынка, смотреть по S&P 500, по нашему вот этому индексу главному, у нас все шансы есть дальше, как бы, ну, хотя бы держаться, хотя бы вот в диапазоне в этом, да, между уровнем 43-89 и между уровнем 42-44. Хотя бы между вот этим уровнем держаться S&P 500, в принципе, шансы есть. Если пойдем дальше, выше уровня 43-89, тогда дальше мы увидим дальше, дальнейший рост. У нас плюс у нас фигура будет очень хорошая, техническая. И даже несмотря на нисходящий глобальный тренд, еще раз повторяю, глобальный нисходящий тренд, но смотрите, какие здесь откаты, точнее, смотрите здесь, какие коррекции. Коррекция начинается всегда с таких вот выкупов и очень агрессивных выкупов, очень глубоких таких вот закрытий далеких. Поэтому я думаю, что фондовый рынок, они S&P 500 поддержат. И вот уровень поддержки сейчас пока выступает уровень 42-44. Вот такие вот у нас получились вот такие вот сценарии, да, вот такие картинки. В принципе-то у нас есть как бы, есть заходы, есть волатильность на рынке. То есть торговать сейчас можно, несмотря на всю эту панику, можно торговать. И валюты тоже сейчас все неплохо, в принципе, смотрится. Единственное, да, что касаемо доллара, то по доллару, конечно же, сдерживающий фактор он какой-то будет все-таки. Либо от политики США, да, либо там как-то это все будет, все это в международном плане, как другие страны подключаться. То есть там, я имею в виду, что повышение курса там, оно не будет. Там выше 150, ну не будет такого. То есть 140-150, да, мы видели курс рубля, курс доллара по отношению к рублю. Я думаю, ну, больше оно не будет. На графике, да, мы видим, что доллар индекса, он уже и так неплохо подрос. Все остальные валюты, да, по отношению к доллару. Если взять доллар франц, сейчас тоже вышел из своего накопления, также хорошо идет. Доллар турецкая лира также из долгожданного накопления вышла и идет. Доллар канадец также мы увидим, увидим, скорее всего, на укрепление. Вот такие вот валюты, да, я считаю, вот их вот можно торговать. Я опираюсь на доллар, да, на его укрепление. Я думаю, что технически можно вообще торговать сейчас. Именно и доллары, и фунты, и евро, и все остальные валюты. Вот такой вот анализ технически у нас с вами прошел. Спасибо вам за внимание, ребята, те, кто посмотрел этот ролик, это видео. Все, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк за видео, это ваша благодарность. Оставляйте комментарии, нам важна ваша обратная связь. Подписывайтесь на наш канал Герчи Кико, чтобы не пропускать новые видео. И всем, конечно же, всем успешной торговли, всем хорошего дня, всем добра, всем мира, всем всего хорошего. Всем пока. Продолжение следует...